МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Дело время. Чебоксарские депутаты предложили запретить ремонт в многоквартирных домах по воскресеньям. Время признаний. В столице Чувашии выбирают имя аэропорту. Время сбережений. В республике проходит Всероссийская неделя сбережений. Михаил Игнатьев находится с рабочим визитом в Москве. В двухдневной программе встречи, заседания, подписания соглашений. Главу Чувашии ждали в холдинге «Швабе». Он объединяет ведущие оптико-электронные предприятия России. Михаил Игнатьев встретился с заместителем генерального директора Иваном Ожгихиным. Стороны обсудили возможность внедрения технологий проекта «Умный город», а также новаций в транспортной системе республики. Сегодня было подписано соглашение между холдингом «Российские космические системы» и Чувашской республикой. Компания станет партнером региона по созданию цифровой инфраструктуры. Благодаря ей активно будут развиваться геоинформационные технологии и сервисы, прежде всего в сельском хозяйстве, строительстве и управлении госимуществом. В ближайшие годы в Чувашии планируется запустить пилотные проекты в этих областях. Стороны также договорились создать дорожную карту развития сотрудничества. Ее реализация начнется с 2019 года. Сегодня же Михаил Игнатьев принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства России Виталия Мутко. Подробнее об итогах рабочей поездки главы Чувашии смотрите завтра в программе «Республика». Изменения казны и принципы добрососедства. Чебоксарские депутаты увеличили бюджет на год и предложили запретить ремонт в многоквартирных домах по воскресеньям. Об этих и других вопросах повестки дня Ольга Пырочкина. Первым делом столичные депутаты уточнили бюджет на этот год. По доходам он увеличился на миллиард 238 миллионов рублей. Дополнительные средства направят, к примеру, на строительство фонтанов у торгового комплекса «Шупашкар», организацию зимнего отдыха в городских парках и праздничную подсветку города. Далее народные избранники понизили ставку налога на имущество физических лиц с 2 до 1% касательно определенных объектов. Таким объектам недвижимого имущества относятся административно-деловые центры и торговые комплексы и помещения в них. Как отметил автор инициативы, при нынешней ставке предпринимателям невыгодно вкладываться в коммерческую недвижимость. И данная мера позволит привлечь в город инвестиции. Однако налицо конфликт интересов. Собрание проголосовало, пожалуй, как никогда дружно за снижение ставки, что, впрочем, вполне объяснимо, учитывая состав нынешнего депутатского корпуса. Дискуссию вызвало другой вопрос. Какими будут временные рамки тихого часа и для чего все же дано воскресенье для отдыха или ремонта? Ко мне обратились в онлайн-приемную не однажды матери молодых, маленьких детей, которые нуждаются в защите дневного сна. С пользой данной инициативы депутаты в целом согласны. Расходится их мнение в конкретных часах, когда предлагается не шуметь. А еще не будет ли данная мера противоречить федеральному закону? Мол, законопроект явно сыроват. Комиссии по бюджету, по экономполитике проголосовали против вынесения данного вопроса вообще на собрание, а отправить его на доработку. Утром хочется поспать, вечером тоже хочется пораньше лечь. У многих, в том числе наших горожан, имеются дети. Вот обеденный перерыв, он должен быть обязательно. Дети должны поспать. То, что касается воскресенья, у нас на многих предприятиях сейчас шестидневка в плане рабочих дней. Получается, если человек работает с утра до вечера на протяжении шести дней, то когда он должен производить ремонт? Но воскресенье же имеет в таком случае право его произвести? Или он вообще его не будет делать на протяжении десятилетий? Пока депутаты дискутировали, мы опросили горожан. Абсолютно без разницы. Правильно делают, чтобы будни ограничить и выходные. Почему? Потому что нужно уважать время и на отдых граждан. Отрицательно. Почему? Потому что часто жильцы сами делают ремонт у себя, не нанимая кого. А в выходные дни им приходится этим заниматься, собственно говоря. Я сам, по-моему, делал ремонт и выходные. Я против этого. В принципе, мне все равно. Так или иначе, разбираться в нюансах теперь предстоит Государственному Совету Республики. Большинство чебоксарских депутатов проголосовали за выход в региональный парламент с данной инициативой. Ольга Пыречкина, Павел Редков, Республика. Программа «Инициативное бюджетирование» набирает обороты. Жители Чебоксар уже оценили ее преимущества и готовят заявки на будущий год. Система проста. Основные доли вложений в столичное благоустройство – это республиканские и муниципальные бюджеты. Сами жители платят лишь небольшую часть, примерно 5% от общего объема финансирования. Зато приоритеты расставляют сами. Таким образом, по их просьбам появилось новое освещение в ряде дворов на улице Ленинского комсомола. Дома здесь у нас постройки начала 80-х годов. Наружного освещения здесь не было при строительстве никогда. Общая протяженность сетей составляет чуть более одного километра. Что-то смогли отремонтировать, что-то пришлось делать заново. Установили 47 светильников. В софинансировании участвовали жильцы 10 домов. Таким образом, на освещение было потрачено чуть больше двух миллионов. А с каждого жителя взяли лишь по 50 рублей. На днях завершится благоустройство территории между домами номер 8, 10, 12 по улице Ивана Франко, номерами 9А и 11 по улице Текстильщиков. Почти 500 собственников квартир решили, что им нужны современные игровые зоны, безопасные спортивные площадки. И подали заявку в рамках этой программы. Результат, как говорится, налицо. СМЕХ Жители рассказывают, что стали участниками всех строительных планерок. Вместе со специалистом вносили коррективы, если что-то шло не так. Около одного из домов даже чуть перенесли парковку и расширили ее. О прошлом даже вспоминать не хотят. Окна у меня выходят во двор. И обычно вот была такая картина, особенно в летний период. А тут было очень много деревьев. И вот тут двор с детской площадкой. И как ни посмотришь в окно, все время как бы собирались любители выпить. Там мусор был, банки, бутылки, что только не было, окурки. Было очень неприятно. Но теперь мы рады, что у нас такой двор, что детям есть где играть. Как бы простор и физическое укрепление здоровья, мне кажется. Вот такая простая, но очень показательная арифметика. В результате ее наши чебоксары становятся еще краше. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. 30 октября 1974 года осужденные, отбывающие наказание в мордовских и пермских лагерях, начали голодовку против политических репрессий в СССР. Однако гонения на идеологических врагов начались значительно раньше. Всего с 1918 по 1989 годы в нашей стране были осуждены и погибли в лагерях и тюрьмах около 100 миллионов человек. Практически половина населения. Придя к власти, большевики начали переписывать историю, безжалостно вычеркивая из нее имена политических оппонентов, меньшевиков, эсеров, кадетов. Пик репрессий пришелся на 30-е годы, когда врагами Родины объявили миллионы человек. Часть их была расстреляна, часть погибла в лагерях. В Чувашии, по официальным данным, советская система погубила свыше 14 тысяч человек. А скольким поломала жизнь, невозможно сосчитать. В Чуваксарах тела расстрелянных закапывали на окраине городского кладбища по улице Богдана Хмельницкого. Символично, что памятник жертвам советской идеологии здесь установили в 1991 году. Немногим позже августовского путча, после которого деятельность КПСС была прекращена. День жертв политических репрессий. Еще одно напоминание о том, что нельзя заставлять человека выбирать между духовной свободой и жизнью. Эти понятия неразделимы. Требовал взятки с подчиненных, проводил оплату услуг мимо кассы и унес домой служебный телевизор. В Чебаксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Республиканского центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. По версии следствия, в различные периоды в 2015-2017 годах в Чебаксарах обвиняемый практически ежемесячно, угрожая увольнением, требовал от пятерых подчиненных взятки на общую сумму более 200 тысяч рублей из выплачивавшихся им заработной платы либо материальной помощи. В тот же период он обеспечивал выплату в полном объеме заработной платы восьми подчиненным, а некоторым из них и материальной помощи. При этом им он предоставил возможность не присутствовать на рабочих местах на постоянной основе, а только в определенные дни. В последующем указанные работники передавали ему часть из начисленной им заработной платы и материальной помощи на общую сумму более 400 тысяч рублей, которыми он распоряжался по своему усмотрению. С апреля по июль прошлого года он лично мимо кассы получал от гражданки, которой был предоставлен временный приют в указанном учреждении, по 2000 рублей в месяц за оказание ей социальных услуг и ее проживание в сглавляемом центре, убедив женщину в выгодности своего предложения. Кроме того, в 2015 году имел место факт присвоения обвиняемым приобретенного для нужд возглавляемого им центра телевизора, который он перевез к себе домой, где был обнаружен и изъят следователем в ходе обыска по уголовному делу. По ходатайству следователя судом в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также наложен арест на его имущество. Автомобиль Volkswagen Polo, земельный участок в Севастополе, иное недвижимое имущество в Чебоксарах, а также денежные средства и ювелирные изделия. Мошенники в сети и в жизни. Правоохранители и службы безопасности банков бьют тревогу. С начала этого года в Чувашии на уловки злоумышленников попались более 300 человек. При этом найти мошенников и вернуть деньги удалось менее чем половине пострадавших. Избежать потерь можно, если знать преступные схемы и сохранять бдительность. Покупки-продажи через интернет, безусловно, удобно, но рискованно. Именно через сеть мошенники находят своих жертв и совершают основную массу бесконтактных хищений, выражаясь языком правоохранителей. На что ведутся граждане? На что товар имеет низкую ценность? Те же самые, грубо говоря, сотовые телефоны, которые в магазинах стоят по одной цене, они находят объявления, где цена занижена в 2-3 раза. И здесь, прежде всего, должны руководствовать здравым смыслом. Сценарии могут быть разнообразными. Вам звонят или пишут сообщение, родственник попал в беду. Или вы выиграли приз. И просят вас немедленно перевести деньги. Другая история, когда представляются сотрудниками банка или другими официальными лицами и пытаются вызнать номер вашей карты, пин-код, просят подойти к банкомату, проверить счет и назвать код для совершения операции. К банку нет необходимости запрашивать реквизиты какой-то там карты, пин-кодов и прочих-прочих иных каких-то сведений, паспортных данных и так далее. Потому что вся эта информация в банках имеется. То есть любой вопрос, который касается ваших персональных данных, реквизитов ваших карт, номеров, телефонов вашего и так далее, возникает у абонента, который вам звонит, соответственно, это уже должно вызвать у вас подозрения. Специалисты рекомендуют правило «четыре глаза» совершать любые финансовые операции вдвоем, а не в одиночку и перепроверять любую информацию несколько раз, будь то покупка через интернет или тревожное сообщение от родственника. Ирина Волкова, Олеси Русакова, Игорь Зверев, Республика. О финансах простым языком. В Чувашии проходит всероссийская неделя сбережений. Семинары, консультации, образовательные программы и онлайн-квесты. Программа насыщенная. Как не стать жертвой финансовых пирамид, сегодня рассказали специалисты Национального банка России. Высокие проценты по вкладам, отсутствие рисков, гарантия дохода. Признаки финансовых пирамид. Жертвами компаний, которые обещают золотые горы, становятся сотни людей. В мае в Чувашии осудили руководителей организаций, которые таким способом получили 172 миллиона рублей. Более 900 человек потеряли свои деньги. Как не последовать их примеру? Самое главное, что нужно знать гражданам, это обратиться на сайт Банка России, cbr.ru. Там указаны все государственные реестры тех организаций, которые являются профессиональными взаимодавцами, которые имеют право выдавать займы, и которые могут привлекать кредиты, привлекать денежные средства гражданам. Следующий шаг – проверить компанию в реестре юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы. После запросить образцы договоров и копии документов и проконсультироваться с юристом. Таким же способом можно проверить микрофинансовые организации. Если вы попались на удочку мошенников, нужно обратиться с претензией сначала в саму компанию, а после в полицию. Нам важно дать информацию об основах разумного финансового поведения, чтобы граждане имели верное представление о финансовых продуктах и услугах, знали, как правильно распоряжаться своими деньгами и куда обращаться, если их права нарушены. Неделя сбережений продлится до 12 ноября. Подробная программа мероприятий указана на сайте www.varshafinansy.rf. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика. Великие имена России. Под таким названием проходит общенациональный конкурс. Имена выбирают для того, чтобы присвоить их российским аэропортам. Какое имя подойдет Чебоксарской воздушной гавани, волонтеры решили обсудить с горожанами. Время признаний. Уже к концу года Чебоксарский аэропорт получит имя одного из великих людей Чувашии. Кандидатов всего пять. Герой Советского Союза Александр Боголюбов, Чувашский просветитель Иван Яковлев, знаменитый офтальмолог Святослав Федоров, ученый-кораблестроитель Алексей Крылов и летчик-космонавт СССР Андриан Николаев. Цель общенационального проекта «Великие имена России» это присвоение имен аэропортам нашей страны. Хочется сказать, что присваиваются имена соотечественникам, которые внесли значимый вклад в развитие и становление нашей республики, нашей страны. На улицах города волонтеры Победы, так называется эта патриотическая организация, рассказывали прохожим о проекте «Великие имена России». Объясняли, где, как и за кого можно проголосовать. Вы можете активно принять участие в голосовании. А где надо? Голосование пройдет с 12 по 30 ноября. Параллельно у прохожих спрашивали, кто такой Боголюбов, чем знаменит Крылов и что для республики сделал Николаев. Николаев – это космонавт. Аэропорт должен быть назван именем Андрея Николаевича Николаева. Совесть нашей нации, Чувашской. Думаю, что назвать именем его аэропорт надо обязательно. Ты знаешь, сейчас на какой улице мы находимся? Николаева. А ты знаешь, в честь кого она названа? Нет? Ты не знаешь, чей это памятник? Да. А вы знаете, знаете, что памятник? Законная какая-то. А кто она? Сегодня горожане единогласно отдавали голоса Андриану Николаеву. И это неудивительно. В первую очередь с небом у нас ассоциируется космонавт. Кстати, принять участие в голосовании может любой желающий. С 12 по 30 ноября такую возможность предоставят на всех вокзалах, в аэропорту, вузах, СУЗах и торговых центрах столицы. Проголосовать можно и на сайте конкурса великие имена.рф. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра в это же время. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова